Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Итак, Никита, Аня, у нас с вами сегодня финал, а это значит, что через несколько минут мы узнаем, кто победит на этот раз в стране безопасности. Вы себя показали очень сильными соперниками, практически равными бойцами. Я желаю вам успехов. Пока лидирует у нас Аня, но у тебя, Никита, есть еще шанс догнать и перегнать даже Аню, так что старайтесь. Ну что, приступаем к нашему первому состязанию. Согласны? Да! Хорошо. Тема разговора, как и в предыдущие дни, это правила дорожного движения для детей. И перед тем, как мы приступим к первому испытанию, я хочу с вами немножко потренироваться, сделать небольшую разминку. Она на скорости и сообразительность. Я прочитаю вам небольшое стихотворение, а вам в тех местах, где я буду останавливаться, это будет два таких места, нужно будет поднять правильное слово, которое по смыслу, на ваш взгляд, подходит. Вот у вас две одинаковые карточки. Один ответ правильный стоит одна фишка, ребят. Я делаю паузу, вы в этот момент поднимаете нужную карточку. Все понятно? Хорошо, тогда я начинаю. Если свет зажегся красный, значит двигаться... Правильно, значит двигаться что? Опасно. Опасно, совершенно верно. Одна фишка. Так, твоя, ты сделала это быстрее. Я дам две. Одну за скорость, одну за правильный ответ, и тебе, Никита, за правильный ответ. Дальше я читаю. Свет зеленый говорит, проходите путь... Молодцы, путь... Что? Открыт. Открыт. Молодцы. Так, одновременно, поэтому по фишке вам за правильный ответ. И есть еще у меня продолжение этого стихотворения. Желтый свет, предупреждение, жди сигнала для движения. Все, ребят, это была тренировка, а сейчас самое что ни на есть настоящее задание первое, которое предлагаю вам пройти. Итак, я буду читать вам загадки про дорожные знаки, вам необходимо будет догадаться, о каком знаке идет речь. Эти знаки я подписала, то есть вам будет проще найти. Правильный ответ, ребята, здесь стоит три фишки, плюс еще одна фишка за скорость. Ну что, все понятно? Итак, ребята, первая загадка. Загибулина на знаке, перечеркнута чертой, повернуть нельзя направо, поворот найди другой. Марш. Присаживаемся. Какой знак? Как называется? Поворот направо запрещен. Это правильный ответ, ребята. Так, четыре фишки тебе, Ань, за правильный быстрый ответ. Никита, держи свои три. Хорошо. Следующую загадку слушаем. Это очень важный знак. Он висит не просто так. Будь внимательней, шофер. Рядом садик, школьный двор. Побежали. Правильный, правильный. Это знак, о чем он нам предупреждает? Дети. Что могут выбежать дети? Совершенно верно. Итак, снова у Анны нашей четыре фишки. Держи, 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 держи. И тебе, Никитка, три. Держи. И последняя загадка, ребята. Собрались. Знает маленький народ. Пешеходный переход. Знак в полоску белую. Здесь шагаю смелая. Правильный ответ. Молодцы. Что это у нас? Пешеходный переход. Пешеходный переход. Ну вот и Никита у нас зарабатывает максимальное количество. Четыре фишки. И тебе, Анна, три фишки. Так. И это была последняя загадка в первом конкурсе, ребята. Очень хорошо справились. Ну а сейчас время, ребята, для нашей последней встречи с нашей хорошей знакомой, тетей Олей из ГАИ. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы наконец-то узнаем, кто из вас станет победителем. Но это потом. А сейчас мы с вами поговорим о железнодорожных переездах. Железнодорожный переезд – это пересечение автомобильной и железных дорог. Они бывают со шлагбаумом и обозначаются вот таким дорожным знаком. И без него тогда перед переездом устанавливается вот такой дорожный знак. Оба этих дорожных знака информируют участников дорожного движения о приближении к железнодорожному переезду. Также на таких переездах может быть установлен специальный светофор. Он отличается от обычного транспортного светофора. Да и на пешеходный он тоже не похож. Этот светофор имеет только два глаза, причем оба красные. И расположены они горизонтально. Если светофор начал работать и мигать своими красными глазами, то ни в коем случае ни водителям, ни пешеходам пересекать переезд нельзя. Железнодорожный светофор всегда работает вместе со звуковой сигнализацией, чтобы привлечь еще больше внимания участников дорожного движения. Пришла пора нам с вами прощаться, ребята. Не забывайте, что в этой игре вы оба победители. После этой занимательной игры вы будете знать намного больше и будете в большей безопасности. Берегите себя и до новых встреч! Итак, ребята, финальное испытание не только сегодняшнего дня, но и всей нашей игры. Это ответы будут на вопросы, ребята. Информацию эту вы все уже знаете, вы слышали все это на протяжении четырех игровых дней. Так что, если вы были очень внимательными, то ответите на эти вопросы. Каждый правильный и полный ответ будет стоить три фишки. А если вас будет дополнять соферник, то часть фишек перейдет в его копилку. Кто начнет первым отвечать на мои вопросы? Никита, хорошо. Мужской поступок. Никита, тогда первый вопрос я читаю, это для тебя. Отвечаешь ты. В чем опасность стоящего на парковке автомобиля? То, что у него можно урезать. Нет, не такой ответ на этот вопрос. Ну что, даем право Ане ответить? Анюта. Автомобиль может в любой момент поехать. Рядом стоящий автомобиль, да. Может поехать. Нужно сначала убедиться, чтобы твой автомобиль остановился и ближайший к тебе, чтобы тоже он не ехал. Тогда уже можно выходить из самой машины. Правильно. Ну что, три фишки направляются в твою копилку, Аня. Держи. И следующий вопрос тоже адресуется для тебя. Какие правила должны соблюдать дети при передвижении группой? Мы должны стоять по два, а не трое и четверо. Верно. Мы должны слушаться учителя, потому что он надрывает, чтобы за всеми проследить. Конечно, одному-двум учителям сложно справиться с целой группой учеников. А что еще? А где нужно передвигаться? Мы должны по тротуару. Так, хорошо. И только в некоторых случаях уже можно по... По краю проезжей чаще, ближе к... Машинам. Ближе не к машинам, а к краю дороги, да. Еще можно по каким дорожкам передвигаться, кроме пешеходных? Малосипедная. Правильно. Молодец. Все вспомнила, поэтому три фишки снова зарабатываешь. Никит, следующий вопрос для тебя. Знаешь, какой. Расскажи нам, пожалуйста, чем опасна грузовая машина? Тем, что она может не быстро притормозить и врезать в человека. Да, ей сложнее, потому что она очень большая. Еще если и с грузом, понятное дело, да. Ну что, Ань, есть чем тебе дополнить? Да, есть. Чем? Когда она остановилась, другим машинам не видно из-за такой большой машины. Поэтому нужно всегда быть внимательным. Конечно. Те, которые по соседним полосе движутся машинам, не видно. Есть ли пешеходы за этой большой машиной или нет? Умничка. Хорошо. Ну что, будем делить фишки. Знаете как, по одной нам всем. Хорошо? Всего два. Он же дополнял. Он мне больше сказал. Да? Ну давай, держи, Никита, тебе две. Ань. Ну и последний вопрос. Что делать, если светофор на железнодорожном переходе начал мигать глазами? Нужно остановиться и подождать, пока проедет поезд, который будет двигаться. Причем остановиться нужно кому? Пешеходам и автомобилям. Правильно. И пешеходам, и автомобилям. Ребята, хорошо. Хорошо вы справились с заданием, дополняли активно друг друга. Замечательно. Ну а теперь сосчитайте, пожалуйста, сколько сегодня в четвертый игровой день фишек вы заработали. 22, 23, 24. 24 у Ани в четвертый игровой день, а у тебя, Никит, 14, да? Итого, сейчас я сосчитаю. До того, как объявить, кто стал все-таки победителем, ребят, хочу сказать, что вы вдвоем победители в нашей программе. У нас проигравших вообще не бывает. Знаете почему? Потому что главное, это не победа. А участие и те знания, которые вы получили на нашей передаче о правилах безопасного поведения. Потому что главное, это ваша безопасность и тех, кто вас окружает. Больше же вы сейчас знаете о безопасности, ребят, согласитесь? Вот, и это самое главное. Но, тем не менее, победитель у нас есть, и это Аня. Первое место занимаешь ты, у тебя 80 фишек. И почетное второе, Никита, занимаешь ты в упорной борьбе, у тебя 65 фишек. Ну что, а теперь подарки, которые вы честно заработали, Никита. Это тебе, поздравляю. А это, Ань, тебе. Я вас поздравляю и желаю вам успехов. А встречи жду с новыми участниками. Место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Анатолий Курас. Спасибо. 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 Спасибо.